Булат Акуджава Булат Акуджава Эта книга, в ней о войне на самом деле очень мало. В ней даже названия глав очень будничные. Например, «Дорога» Нина, «Колокольчик Дарвалдая». И здесь практически совсем нет боев, нет встречи с врагом живым. Это история о буднях войны. И, наверное, поэтому она так цепляет и кажется такой правдивой. Это история о школяре. Мальчишке, который со школьной скамьи, буквально со школьной скамьи ушел на фронт. И это история автобиографическая. Как и многие мальчишки, он абсолютно не подозревал о том, что его там ждет. И мало кто из нас, из современных людей, из людей любого поколения думает о том, что война – это не столько и не только героизм. Это прежде всего страшный быт, которому практически невозможно приспособиться. Обычный предмет. Обычная столовая ложка. Что она значит для солдата во время похода на передовой? Ведь ложку эту негде помыть. Она всегда практически лежит, как правило, за голенищем сапог у солдата. Поел, обрезал, опять спрятал за голенища. Но это еще полбеды. А представьте себе, когда эта ложка теряется. Суп-то еще солдат может как-то выпить, съесть. А если это каша? И тут настоящие проблемы начинаются. И вот так буквально со всем. Как выдержать голод, холод, необычные вот такие бытовые условия. Этот текст очень похож на обрывки какого-то не совсем здорового сна. Вот так бывает во время тяжелой болезни. И вот весь этот рассказ именно такой. Вот эти будни, как будто они снятся. Но ты постоянно думаешь о том и привыкаешь. Привыкаешь думать, что ты не голоден, что тебе не холодно, что тебе не страшно, что тебе не горько терять друзей. То есть пытаешься как-то настроиться и выжить в этой ситуации. Эта история, наверное, могла бы быть близкой практически каждому шкалеру, который со школьной скамьи ушел на фронт. Совершенно не представляя себе, какой она будет, эта его война, и что его там ждет. Но самое главное было выжить. При этом не потерять себя, не подвести никого и как-то сохранить нашу страну. И мне кажется, эта книга будет и интересна, и очень полезна всем ребятам от 15, 16, 17 лет и старше. Те, которые сейчас являются ровесниками Блата Акуджавы того прежнего шкалера, который описывается в этой книге. Очень интересно, наверное, поставить себя на место вот этого мальчишки и подумать о том, справился бы я, справился бы каждый из нас с тем, что пришлось выдержать вот этому человеку. Еще наверняка эта книга заинтересует всех, кто интересуется творчеством Блата Шаловича. Котелок с перловым супом, выделяй желудочный сок, готовься, урчи, насыщайся, вытирай ложку от травы. Гибнут друзья, рою могилу, сыпь землю, машинально стреляй в небо. Три раза. Я многому уже научился. Как будто я не голоден, как будто мне не холодно, как будто мне никого не жалко. Только спать, спать, спать. Булат Шалович Акуджава. Будь здоров, шкалер.